Значит, что у нас будет? У нас будут строки, у нас будут алгоритмы по геометрии обычной геометрии, у нас будет разные сборные соревнования в самом конце, это игры немножко, длинная арифметика, и связанные темы это преобразование Fourier и Fast Fourier Transformation, быстрое преобразование Fourier. Вот, если у вас возникают какие-то вопросы в процессе лекции, вы их сразу, пожалуйста, задавайте. Можно прям включать микрофон и что-то говорить, вот это даже будет хорошо. Я в прошлом году еще не вел лекции до Ленда, вот поэтому это у меня первый раз. Надеюсь, что все получится. Так, ну что, поехали. Давайте здесь трансляцию включим, начнем на полный экран. По строкам, первый модуль наш, он будет состоять из нескольких тем. Там будет префикс z-функция, алгоритм кнута Морриса Пратта, бор, алгоритм карасик, суфистный массив и суфистный дерево. Можно разделить систему на две части, когда у нас есть возможность что-то предпосчитать по тексту, и мы хотим поискать по тексту строку или какие-то сделать задачи на тексте, обработав его. А есть часть задач, которые, когда у вас заданы какие-то строки без предварительной обработки, нужно сразу решить задачу. Например, самое классическое, поискать под строчку, какой-то шаблон, поискать в тексте. Вот первая часть будет, когда у нас заранее нет возможности что-то предпочитать. А вторая часть, это вот мы будем всякие суфистные структуры рассматривать, массивы и дерева. Есть еще суфистный автомат, мы его не рассматриваем в этой теме, на основном потоке. x-функция. Чтобы перейти, давайте вначале определимся. У нас есть некоторый алфавит, размера k, это какие-то буквы. У нас есть строки. Строки состоят из элементов алфавита, из букв. Строки имеют длину. Подстрока – это строка, которая является подпоследовательностью в строке, имеется в виду непрерывную подпоследовательность, то есть все буквы, которые находятся рядом. Суффикс – это подстрока конца строки, префикс – это подстрока начала строки. И есть еще, всегда надо не забывать про пустую строку, она тоже является подстрокой всего, что угодно. Она является и суффиксом, и префиксом любой строки. А собственными суффиксами и префиксами называются такие, которые не совпадают со всей строкой s. Это просто для удобства обозначения. Вот сразу следующее понятие определяем, префикс-функции. Там как раз она используется. Префикс-функция – это такая функция на строке. Она имеет параметр i, индекс. И префикс-функция – это длина самого длина, которая i. Вот, например, здесь для i, равного 4. Это длина самого длинного собственного суффикса, являющаяся одновременно префиксом всей строки. Здесь вот для строки ababa, суффикс ababa является префиксом. И это самый длинный такой суффикс этой подстроки, который является одновременно префиксом всей строки. 5 от 4 равен 3. Ну, а когда вычисляют префикс-функцию, то вычисляют ее обычно для всех индексов. Для нуля, пи от нуля равен нулю, потому что мы ищем собственные суффиксы. Они не должны совпадать. Если бы мы не сказали собственные, то всегда бы пи от i равнялся бы i. Это неинтересно. Простите, а там люди в комнате ожидания еще некоторые сидят. Можете их пустить? Да, сейчас, секундочку. Ага, вижу. Да, там шестеро. Вот, три, четыре, пять, шесть. Вот. Примерчики. Давайте попробуем сразу посчитать префикс-функцию для вот этих строк. Самая классическая строка, которая встречается во многих задачах, это abatsaba. Она дает хорошую вариативность различных алгоритмов. 0 для индекса 0. b, так как тут максимум может быть, что единица. Единица не является префиксом. Единица для строки abba. Префиксом... О, здесь, подожди, здесь будет 0 тоже. Прощение. Для индекса 2 значение префикс максимальный, это единичный. То есть строка a, она здесь заканчивается, здесь начинается. Для c опять 0. Для a опять 1. А вот для ab уже 2. То есть здесь заканчивается строка ab, который одновременно является префиксом. Больше нет такой. А здесь уже 3. Вот. Здесь уже пример посложнее, на котором можно будет увидеть некоторую особенность префикс-функции. Дело в том, что когда префикс-функция вычисляется, вот видно, что ее следующее значение точно не может быть больше предыдущего. Вот интересно, что происходит, насколько сильно она может упасть в ее значение. Для индекса нулевого здесь 0, как обычно. Для b тоже 0. Здесь также 1. Вот. А здесь сразу 2, потому что ab и ab. ab и ab. Дальше вот этот вот b начинает все портить. У нас нет такого суффикса, который... Такого префикс, который бы и здесь заканчивался. Поэтому здесь сразу 0. Поэтому мы такое резкое падение получим. Дальше. А. Опять слово набираем. Единичку. b. Двойка. Потом а. Тройка. b. Четверка. Потом, вот смотри, что происходит. Здесь появляется символ а, которого вот на этом месте не было. То есть, если бы продолжать тот суффикс набирать, который являлся самым большим префиксом, то здесь происходит такой облом. И вот в этом месте давайте выделим. Самое интересное. А, мне тут мешается управление. Там я вижу еще участники. Секундочку. Секундочку. Я хотел здесь выделение. А, вот выделение. Вот возьмем итоги. И видно, что они, эти два суффикса, этот суффикс и префикс, они совпадают. Вот. Но дальше происходит вот что. Вот этот вот a, его нету здесь. И поэтому здесь не может быть 5, но при этом здесь и не 0. Потому что находится другой префикс, вот он, a, b, который одновременно является его суффиксом, и который как раз продолжается символом a. Как бы его так нарисовать, красненький он более подходящий. Да, то есть он подошел здесь. И поэтому этот суффикс a, b, являющийся префиксом, продолжается как раз символом a, и поэтому здесь остается троечка. Дальше опять она набирается. Четверочка продолжается. И пятерочкой даже. Вот. Что из этого следует? Что чаще всего рейкс-функции, чтобы вычислять для очередного следующего элемента, для очередного следующего i, удобно его вычислять, опираясь на значение предыдущей. Для предыдущего i. Если вычислять лоб, то, конечно же, это неудобно. Нужно искать максимальные суффиксы, являющиеся префиксом. Для каждого i, не пользуясь предыдущими значениями, то нужно будет перебирать разные сроки. Такой перебор может быть довольно длительный. Для одного i, возможно, придется искать время про пациентальный n квадрат, если в лоб никаких оптимизаций не делается. Но вот оказывается, что всю префиксацию можно вычислить для всей строки за линию. И вот как раз пользуясь предыдущими значениями. Значит, если, как мы видели, суффикс, который был найден на предыдущем шаге, продолжается буквой такой же, как такая была после его префикса, соответствующего в начале строки, то значение очередной функции i от i равен предыдущим плюс единичка. А если нет, то надо перебрать все возможные суффиксы этой самой строки, которые одновременно являются и префиксами. И как их перебрать быстро? Оказывается, если посмотреть на эту картинку, вот здесь был некоторый суффикс, он другой описан, который являлся префиксом. На предыдущем шаге для i-1, p от i-1 было такое большое длинное значение, большое число. И оказалось, что очередной символ не совпал с следующим, который был после префикса. Что можно сделать? Нужно найти суффикс, который заканчивается в i-1, который был бы одновременным префиксом, и который можно подлить символом a. Ну, как их перебирать? Ну, надо для начала взять самый большой такой суффикс. А где взять самый большой суффикс? Надо посмотреть, вот этот самый большой суффикс, он же, вот эта же целая строка, она совпадает с началом этой строки, потому что мы смотрели на значение p от i-1. Мы знаем, что здесь довольно большой суффикс. Его значения, здесь все символы, которые здесь находятся, они совпадают с теми символами, которые здесь находятся. Поэтому конец этой строки является концом этого префикса. И получается, что нужно найти продолжение такого префикса, а являющегося суффиксом, который является продолжением некоторого префикса. Значит, надо найти продолжение для вот этой же строки, потому что это та же самая строка. А эта строка, для нее префикс-функция уже посчитана. И самый длинный суффикс здесь, который одновременно является префиксом, это ровно значение функции π для этого индекса. То есть π от π от π-1 минус 1. Здесь, на самом деле, длина написана. Поэтому мы перебираем. Берем значение префикс-функции для этого индекса. Этот индекс – это π от i минус 1 минус 1. И смотрим на длину этого суффикса. Потом смотрим на символ, который стоит после него. И если там ровно тот символ, который s от π, то значит все хорошо, мы нашли значение префикс-функции. Больше быть не может, потому что мы берем максимальный суффикс. Максимальный суффикс, являющийся префиксом, который можно положить символом a. А меньше мы перебираем, а мы же еще не максимальный. Поэтому если символ не совпал, то надо идти дальше. Как идти дальше? Нужно опять найти префикс, уже являющийся суффиксом этой строки. Но она же и вот здесь тоже, потому что эти строчки совпадают. Вот, надеюсь, объясню. Так, очень большая. Какой у нас получается алгоритм? Мы берем строчку. И удобно, вместо того, чтобы каждый раз обращаться к значениям префикс-функции, удобно хранить предыдущее значение префикс-функции. Оно нам, кстати, поможет для оптимизации алгоритма Кмута-Морис и Патта. Поэтому мы всегда сразу храним преф-пи, предыдущее значение префикс-функции, изначально на нулю. И если у нас s-iter, очередной символ, равняется значению на символы по индексу после предыдущего префикса, являющегося максимальным суффиксом у предыдущей строки, если эти символы совпадают, то мы в результирующую значение функции префикс-функции по индексу и кладем как раз преф-пи плюс 1 и сразу его в преф-пи сдвоминаем. На самом деле здесь надо, конечно, цикл написать, потому что если нет, если не так, то нужно преф-пи сдвинуть, присвоить ему значение равное и срезал от преф-пи минус 1 и уже протестирует этот символ, который будет в обновленном преф-пи. Я это здесь не написал специально, потому что у вас будет домашнее задание, вам надо будет уже заниматься. Время работы. Время работы O от N. Почему? Потому что за одну итерацию текущее значение префикс-функции увеличится не более чем на единицу. Да, преф-функция для черного i растет не более чем на единицу. И поэтому вот этот вот цикл внешний, он выполняется N раз, и если внутри преф-функции только растет, если внутренних итераций вот цикла, который мы здесь не написали, нету, то в сумме получается O от N. Давайте теперь попробуем понять, сколько внутренних значений внутренних итераций цикла может быть. Их может быть ровно столько, точнее не ровно, их точно меньше, чем значение, текущее значение префикс-функции. Потому что каждый раз, когда этот внутренний цикл исполняется, текущее значение префикс-функции, преф-пи, оно уменьшается как минимум на единицу, то и больше. Поэтому количество итераций внутреннего цикла, оно будет не больше, чем значение префикс-функции. И если говорить точно, то нужно, как обычно делается, нужно посчитать, ввести потенциал. Вводим потенциал. Какой будет потенциал здесь? Значение префикс-функции. На самом деле, неима значение префикс-функции. И тогда количество итераций внутреннего цикла, оно меньше либо равно, чем разность потенциалов. И, как обычно, суммируя, а потенциал у нас N. суммируя все, суммируя количество итераций каждого внутренних циклов, получаем, что у нас все вместе меньше, чем сумма разности потенциалов, то есть потенциал конца минус потенциал начала. Но там, на самом деле, по-честному надо говорить, что количество внутренних итераций, оно меньше, чем потенциал плюс 1. Разных потенциалов плюс 1, потому что мы еще, как минимум, одну проверку делаем дополнительную. Поэтому в конце получается количество внутренних итераций, оно меньше или равно, чем значение префикс-функции в конце, плюс N. Это, значит, методом разности потенциалов можно то же самое сделать методом бухгалтерского учета. Скажите, пожалуйста, у вас на первом курсе были такие способы доказательства, как метод потенциалов или бухучета? Да, были. Ну вот, можно, значит, раскладывать монетки, когда мы кладем монетку туда, когда мы увеличим значение префикс-функции и снимаем монетку, когда мы делаем итерацию цикла, мы снимаем все монетки, которые даже лишние платим за одну итерацию, уменьшая значение префикс-функции на новое значение. Вот. на основе префикс-функции строится алгоритм к ноту море сепрата. Так, что он делает? Он ищет подстрочки. Есть какой-то шаблон, есть некоторый текст, нужно найти вхождение этого шаблона в текст. Как это можно сделать? Можно их сконкатинировать и поставить между ними специальный символ, который называется обычно сантилен. Тот символ, который не встречается ни в шаблоне, ни в тексте. Если вы пользуетесь... Ну, конечно же, мы так делать не будем, сейчас мы чуть-чуть сразу оптимизируемся, поэтому нам сантилен не понадобится, но для понимания, вот он, для чего нужен. Дело в том, что если построить префикс-функцию относительно такой строки, а сантилен не входит ни в шаблон, ни в текст, то значение префикс-функции всегда будет меньше либо равно, чем для наш шаблона. Почему? Потому что если бы был бы какой-то больший для некоторой подстроки больший префикс, являющийся одновременно суффиксом, то он бы содержал доллар этот самый. Да, но этот доллар входит в офис-функцию только один раз, поэтому второй раз у него не может быть. Поэтому это невозможно. Поэтому все значения префикс-функции меньше, чем для наш шаблона. Вот. Ищем. Значит, после того, как мы вычислили значение префикса для всей этой строки, в сумме мы потратим тогда время, равное длине шаблона плюс длине текста за линию, и посмотрим те места, в которых значение префикс-функции равно длине паттерна. Вот в тех местах, где он заканчивается, в тех местах, где этот паттерн, где длина значения префикс-функции равно длине паттерна, там как раз и будет заканчиваться нужный нам шаблон. А как найти его начало в тексте? Вот если есть у нас локтры. Это будет и минус длина паттерна, наверное? Почти и. Чуть-чуть не хватает. То есть здесь шаблон тоже входит какой-то, да? Вот это был бы индекс и. И это здесь индекс всей строки в континнировании. Вот это вот и. Здесь вот 0. Здесь вот длина п. То есть, чтобы найти индекс начала вхождения шаблона в исходный текст, то надо п вычесть в два раза. Вот здесь это и. Это индекс всей строки. В континнировании строки. И еще прибавить единичку, наверное. Время работы от долинейно, понятно. Память здесь, вот в предыдущей версии, здесь нужно было все делать, консультировать, потом еще выделить место для пейс-функции, ее посчитать. Память была бы два паттерна плюс два текста. Это очень много. Конечно, хочется на этом сэкономить. Вот если у вас есть строка паттерн и строка текст, то можно всего лишь дополнительно выделить место для пейс-функции только паттерна достичь желаемого результата. Как делаем? Вот предлагается не считать в тупую пейс-функцию для... Не считать пейс-функцию сразу для всей этой строки и ее сразу сохранять. Дело в том, что значение пейс-функции будет всегда меньше, либо равно, чем п. Поэтому и шаблон у вас есть, на самом деле у вас есть всегда возможность к нему обратиться, и текст есть возможность всегда к нему обратиться, к его элементам. Вот. Выделяем память только для пейс-функции шаблона, отдельно ее вычисляем, вычислим пейс-функцию. По сути, начало пейс-функции как кейс-функции лейтенированной строки. А потом, вместо того, чтобы продолжить это, мы как бы продолжая вычислять пейс-функцию, что будем делать? Дело в том, что для очередного символа, про доллар мы уже забыли, он нам не нужен, мы сразу берем текст и начинаем на нем отдельный цикл, предполагая, что у нас уже вычислили некоторые предыдущие значения пейс-функции. Вот это значение при fp, какое было у нас в фаворитме, как раз нам здесь понадобится. Вот. И начинаем вычислять, предполагая, что у нас был доллар как бы с нуля. При fp у нас будет равен нулю. Здесь мы используем его значение, чтобы посчитать значение при fx-функции, но как будто бы у нас начало находится в паттерне. Вот. И для вычисления этой при fx-функции уже на тексте мы будем пользоваться только значением при fx-функции в паттерне. То есть у нас есть очередной какой-то индекс i, то для вычисления его при fx-функции надо что сделать? Надо посмотреть, продолжается ли очередным символом при fx, который был в паттерне. Поэтому надо сравнивать уже строки не s-i-t с символом из той же строки, а уже с символом из шаблона. С-i-t и p-i-t. Точнее, не p-i-t, а p от pref-p. Вот. Ну, и в тот момент, когда pref-p достигает длине шаблона, чтобы нам не выйти за границу шаблона, только в самом конце, когда он полностью совпадает, когда он полностью полностью совпадающий суффикс, конечно, не нужно продолжать сравнивать эти значения, нужно pref-p, что его делать? Нужно его уменьшить, потому что увеличится, он уже не увеличится, мы это знаем, поэтому в тот момент, когда мы достигли pref-p, равного длине паттерна, нужно, как вы думаете, что нужно делать? подключающихся, ага. Судя по всему, непонятно было, да? Или наоборот, слишком понятно? когда мы нашли кусочек ресурсии, посчитали на тексте уже, некоторую строчку нашли, которая совпадает с паттерном. Здесь из-за же степени вот понятно. Вот, когда мы вычисляли какие-то значения prex-функции на тексте с использованием как будто бы сконкатенированной строки, мы в этот момент получили значение pref-p, равное 4. то есть максимальное значение, которое можно получить. Если дальше пользоваться этим алгоритмом, что мы и издвигаем, и здесь, переходим сюда, смотрим, если попытаться здесь проверить этот счетный символ, да, то очевидно, что здесь будет умозрительный, да, и его не имеет смысла проверять. Этот символ, да, он должен быть продолжением некоторых префиксов, мы знаем точно, что он будет продолжением самого большого префикса. Поэтому в этом случае pref-p, ведущее значение, можно сразу что уменьшить. Можно ли его обнулить? Да, нельзя, потому что если здесь находится a, то здесь нужно все-таки вначале попробовать чуть меньше префикс, и поэтому в этом месте, когда мы достигли конца, нужно pref-p присвоить значение i от этого самого значения i от pref-p минус 1. Посмотреть назначение префикс функции в этой точке, если оно у нас есть, то уже от него отталкивается. Здесь в данном случае это двоечка. Давайте здесь напишу что-нибудь. Здесь 0, 1, здесь 0, значение префикс функции тоже. просто прощение двоечка, здесь троечка, здесь четверочка, здесь опять троечка. Здесь 0, здесь 0, здесь 0, здесь 2. Вот. Все, соптимизировали. Так, это собственно объяснение. Вот. И теперь переходим к z-функции. z-функция похожая штука, как и префикс функции, только она измеряет не длину максимального субфикса, а длину самого длинного префикса, который начинается с позиции i, объявляющейся префиксом s, под строки, которые начинаются с синдекса i, который современно является префиксом всей строки. То есть будет некоторый отрезок совпадения для некоторого i. Давайте вычислим для этой строки. И вот в отличие от x-функции, здесь мы не требуем какой-то собственности. Значение z-функции в нуле всегда равно длине строки. Здесь 15. Очень легко вычислять z-функцию, когда символ, который стоит в строке, не соответствует символу начала строки. Не является первым. Если здесь стоит a, то везде, где не a, будет везде нули. Потому что начиная с этого места не может быть перечка с все строки. Давайте сразу все эти ныри проставим. Там, где a стоит, здесь, например, a, c, a, c, c, a, c, d, поэтому здесь 3. Здесь a, d, a, b, a, даже 6. Здесь a, b, a, поэтому только 2. Здесь 1. Вот. Понятно как затронуть союзами? Можете повторить на первую позицию мы просто длину условия для ставить и все? Да. Ну, потому что длина строки, начинающейся в этой позиции, она совпадает максимальной являющей стрекцией, она совпадает самой строкой. Вот так условия действительно. Так, как ее вычислять? Храним индексы вот того самого точно так же. Переходим по i очередной вычисленной z-функции к следующей. Вот. Но так как здесь нет такой особенности как пресс-функции, что мы увеличиваем что-то, что-то растет, а пользоваться этой функцией тоже, оказывается, можно, то здесь хранится кое-что другое. Здесь хранятся индексы, для которых мы нашли максимальное совпадение, максимальный отрезок совпадения, максимальной длины. вот здесь отрезок максимальной длины 3, поэтому здесь будет храниться индексы 4 и 7. Сейчас вам точнить, мы обычно, когда указан какой-то период, мы используем индексы полуинтервала. L включается, R не включается. А здесь максимальным интервалом будет максимальной длины 6, когда мы пройдем значение i, когда мы заполним i равный 6, у нас значение L и R максимального отрезка, у которого максимальный отрезок среди найденных, у которого максимален R. Не так я говорю, просто отрезок совпадения с максимальным R, с максимальной правой границы. Вот мы будем поддерживать пару L и R координат этого отрезка с максимальным R. По сути, храним эти индексы L и R позиции самого правого отрезка совпадения. Вот, изначально L и R раны нулю, и тут возможны два случая. Опять же, если мы посчитали значение z-функции для всех i до текущей и вот до i-1, вот мы начинаем рассматривать желтенький квадратик здесь, это значение i, а синим обозначен максимальный отрезок совпадения с максимальным R, да? Вот, тут возможны случаи, когда R строго проверили, либо заканчивается на i. Здесь общий случай нарисован. это не те два случаев, которые мы будем рассматривать, но вот относительно этого отрезка совпадения значение z-функции, которое здесь может быть получено, оно таким может быть. Вот мы вот эту вот строчку, да, являющуюся отрезком совпадения, синенькая, она является одновременной привиксом. Поэтому этот символ, который мы сейчас, на котором мы стоим, возможно же, есть в начале строки, да, если r больше i. Вот. А значит, значение z-функции мы здесь уже вычисляли. Извините, можно еще раз? Откуда мы берем lr? lr это вот когда-то мы считали значение z-функции и мы находили какие-то отрезки совпадения. Вот мы взяли самый правый отрезок совпадения, у которого максимален r. В смысле, мы предыдущий отрезок совпадения нашли? Или чего? Нет, понимаете, вот здесь может быть какой-то отрезок совпадения, он мог быть маленьким. А видна мышка, кстати? Видна. Она прыгает. Она как-то... Постараюсь медленнее. Вот мы сейчас находимся в оранжевой позиции индекса i. Индекс вот предыдущий i-1 для него тоже мы уже посчитали значение z-функции, но оно возможно оказалось маленьким. Но вот среди всех значений, для которых мы посчитали значение z-функции, есть какое-то у которого правый конец отрезка совпадения максимален. Вот мы его храним. Вот этот вот синенький отрезок это самый правый среди найденных отрезков совпадения. что мы с ним будем делать? Для очередного i мы смотрим, что мы находимся в отрезке совпадений. Дальше мы что можем сделать? Посмотреть на что находилось в соответствующей строке в начале. А там z-функция для этого соответствующего индекса уже была вычислена. Какой у него индекс? Здесь i здесь l Значит в начале строки это был индекс i-l Вот для значения i-l значение z-функции уже вычислено и оно точно определено и возможно оно какое-то большое и оно выходит за синий отрезок возможно оно маленькое и оно остается внутри отрезка совпадения. Вот это есть как раз два случая. Можно еще отдельно выделить третий когда они полностью совпадают и это можно сделать и просто по-разному Давайте вначале просто есть больше или меньше или равно тоже его сейчас отдельно тоже рассмотрим он просто будет под частным случаем одного из этих. Вот если если и больше r да здесь я неправильно сказал если все-таки здесь были два случая про правую границу которые больше и или меньше и сейчас прошу прощение да здесь и больше r это означает что предыдущий отрезок совпадения закончился где-то раньше и мы просто занимаемся перебором букв мы проверяем совпадение букв и ты и плюс очередная буква и начало строки то есть если отрезок совпадения был где-то слева остался это означает что очередная буква она может быть ее можно начать сравнивать сразу с началом строки и в лоб просто в лоб искать значение z-функции выбирать символы по очереди сравнивать их с символами из начала строки поэтому и заключается первый случай вот а в случае если индекс i меньше либо равен r в этом случае мы можем воспользоваться же прощительными значениями а вот именно значением z от l-i который был на этой картинке и здесь это как раз будет еще два или три случая я бы не правильно написал поправить результат попозже вот и оно может быть довольно большим давайте подумаем что будет если оно больше и оно выходит за границу r если оно выходит за границу r значит здесь какой-то символ находится после синей строки после индекса r и после индекса r минус l вот они точно различающиеся поэтому значение z функций в искомой точке и оно точно закончится здесь как раз тоже наносим тоже на индексе f как ни странно там значение z функций получается сейчас можно просто вот это вот розовая дуга это значение z функции в точке z i минус l да 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 а почему тогда в точке i вот эта z функция она закончится вот по этой дуге она закончится не по дуге а по синей дробно на синей части отрезка совпадения будет от i до r ну почему сейчас объясню хороший вопрос потому что надо символ написать потому что здесь вот после синих строчек обязательно стоят различающиеся символы да поэтому начало этот строк совпадают от i минус l по синей части и от i по синей части а сразу за синей части начинает различаться да вот это надо было подробнее записать постараюсь в презентацию добавить вот поэтому если это вот r значит надо сравнить значение z от i-l вот эту вот красненькую с остатком до r то есть от r-i и вот если одно из них r-i-1 то есть не больше а у кого-то звук есть у кого-то есть r-i-1 значит сейчас извиняюсь r-i-1 или z от l-i они могут быть кандидатами на значениях z-функции если здесь красная дуга меньше то она здесь такая же была бы здесь меньше и это означает что тот символ который находится то значение здесь функции которые находятся здесь и здесь то следующие после них символы они различаются потому что надо посмотреть еще на начальную строчку вот а можете попробовать из полноэкранного режима порисовать на слайде там вроде в левом нижнем меню есть функция ну вот если вы включите презентацию на весь экран там слева будет меню вот pointer хотя бы отлично классно спасибо так значит если значение z-функции точка z от i-i оп нет никого это не рисование значит так надо получиться нарисовать давайте я попробую табличку нарисовать табличка мне кажется будет попроще табличку давай табличку если есть какой-то кусок синеньким подать я просто не буду буквы писать так тоже синенький тоже синенький какие здесь интересные буквы кстати здесь здесь мы смотрим на очередной символ i и значение z-функции может быть как коротким так и длинным например вот про длинные мы уже рассмотрели давайте короткие рассмотрим здесь могут быть буквы короткое значение z-функции означает что здесь в этом оно равно двум например да и оно не выходит за за границу да вот почему оно равно двум потому что здесь очередной символ после строки длины 2 был c а в начале строки был а поэтому здесь короткая функция короткая строка короче чем точнее короче она оканчивается раньше чем r вот так как это одни и те же строки то здесь тоже будет c а значит она вот эта вот строка начала в начале строки также не может быть продолжена очередным символом в данном случае c потому что в начале строки после нее стоит a это было известно еще и на момент вычисления z-функции для всей строки для всей синенькой строки поэтому поэтому здесь достаточно сразу смотреть если значение z-функции в точке i-l меньше чем r-i то можно сразу это значение брать и подставлять значение z-функции если оно больше строго больше то можно сразу r-i подставлять значение z-функции от i а если они равны то в этом случае можно начать проверять очередные символы но символы после r если они равны то какие символы те которые находятся после r вот проверяем кривиальным алгоритмом время работает получится тогда тоже линейное потому что мы проверяем только символы на совпадение после очередного отрезка совпадения и как только у нас появилось совпадение то отрезок совпадения сразу увеличивается вот мы что вначале делаем внутри каждой итерации для индекса i смотрим на r если r меньше или равен i то мы просто в лог начинаем проверять символы если r больше чем i то мы смотрим на значение функции z от i-fl для нее ее сравниваем с значением r-i как здесь сказано и вот здесь сказано что сразу проверяем большие значения но по факту можно здесь немножко соптимизировать можно не проверять следующие ну точнее здесь оптимизация будет в какую сторону поставить где оставить сравнение потому что самая дорогая операция здесь все-таки именно сравнение если мы сравниваем а нам все равно придется сравнить эти два числа вот если они различаются то минимум из их из них можно сразу положить значение за функцию идти дальше а если они совпадают то нужно начинать сравнивать очередные символы строки так как количество сравнений символов у нас будет не больше чем всех букв умножить на 2 да то получается суммарное время работы тоже вроде все по z-функции соответственно говорить можно аналогично построить и на z-функции берем текст берем шаблон конкотинируем их ставим между ними сантилен мы сняли значение z-функции ищем те места где значение z-функции совпадает с шаблоном в этих координатах как раз начинается шаблон дальше нужно просто еще вычесть p плюс 1 нет просто p нет да еще надо еще одинечку вычесть потому что здесь шаблон был и это будут собственно координаты шаблона в нашем тексте время работы линейно как диссертимизировать память но точно так же мы берем строим z-функцию только для шаблона потому что значений больше чем длина шаблона у z-функции здесь не будет и дальше отдельно проходимся по тексту предполагая что как будто бы у нас уже вычислено значение z-функции от якобы конкретинирной строки но на самом деле только от шаблона и каждый раз когда мы находим отрезок совпадений мы сохраняем r и l но для значений z-функции мы пользуемся z-функцией вычисленной для шаблона автоматически когда все получается так все здесь уже пошел хорошо вопросы по z-функции по нутам или супрато есть какие-нибудь так мы переходим бору бор здесь сегодня будет только определение бор это дерево слов классический пример который встречается на ликвидах и на ликкоспекте вот четыре слова английских бор называют try 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 от слова three и triple слово точно так же как trip состоит тоже из двух слов что как она устроена есть корень дальше мы занимаемся тем что добавляем очередную букву очередное слово в бор строя по маленький такой граф дерево по факту в котором каждый переход описывается некоторые буквы из каждого узла у нас есть только один переход по нужной букве h вот из корня есть только один переход и все слова которые начинаются на h они вот начинаются из корня проходят по этому переходу по h и дальше вот слово he да оно двигается дальше по букве i и здесь заканчивается есть еще узлы в которых оканчиваются наши строки которые являются терминальными вот они здесь размечены 1 2 3 4 вот я здесь не доделал я хотел нарисовать борт для русских слов но по факту он не все ничем отличается буква ладно я потом рисую и у вас появится в презентации так как хранить переходы вот это самый интересный момент переходы можно хранить по-разному можно держать unordered map и символа в узел да в указательную ноду можно хранить мапой можно хранить весь вектор по всему алфавиту и тут вопрос на чем вы хотите сэкономить хотите ли вы какую-то гарантию того что у вас все будет работать быстро unordered map хороший вариант который достаточно быстрый и довольно не сильно прожорливый по памяти у вас есть в каждом узле для каждого символа хранится мапа на указательный переход и размер unordered map для пустых строк ничего не весит а для для пустых узлов для концевых ничего не весит а для промежуточных да там может быть сразу какой-то довольно внушительный кусочек быть выделен из довольно большого количества переходов но они все все равно меньше чем если бы хранить вектор для всего алфавита map в отличие от unordered map чуть дольше по времени работы но все равно не так существенно потому что если алфавит это чары то там 256 символов то мапа переход будет стоить алгарифм от k алгарифм от размера алфавита это минус плюс но у него есть некоторый плюс он чуть чуть меньше может занимать в памяти из-за того что там на когда деревья маленькие да то они они могут меньше заниматься на тракмап вот но у него есть плюс что если вам не требуется часто ходить по дереву в поисках слов а нужно наоборот часто перебирать все возможные слова которые есть или просто обходить по бору то это немножко получится быстрее потому что в мапе итерация от begin до end она выполняется за линейное время впрочем так же как и как и в но если хочется гарантий совсем по времени работы что хочется гарантировать что там всегда очень мгновенные переходы просто хочется ускорить не жалея памяти то вот можно хотя там тоже вопрос потому что каширование процесса процессор оно может из-за того что у нас хранится довольно большие вектора то оно может немножко не справляться все зависит от данных как мне кажется и нужно конечно сравнивать в реальном реально на реальных данных кто будет быстрее вот как построить я думаю понятно добавляем каждое слово от корня переходим к следующему услугу если перехода нет то его строим если слово закончилось помещаем его в вершину сервенальную строится за линейное время где самая линия это суммарная длина всех слов множестве ну соответственно память тоже за линейное время поиск искать по строке удобно искать строку в боре удобно потому что нужно просто переходить по ее буквам конечно можно было бы вместо бора держать хэш таблицу но если у вас довольно много повторяющихся букв во всех словах множество если слов много они все более-менее одинаковые длины есть много повторяющихся букв и префиксов общих то хэш таблица по времени в среднем тоже конечно бы давала бы от n что я здесь написал ужас а от n n это длина строки да от n на поиск строки потому что да вы берете строчку считается по ней хэш-функция она смотрится в множестве и там с большой вероятностью вы сразу практически находите нужную строку если там среднего скоризи нету поэтому если вы конечно не используете известный набор строк который решает хэширование то время работы получается от n в среднем и вроде бы хорошо примерно столько же сколько и в боре вот но в боре это гарантируется практически потому что каждый переход у нас в зависимости от реализации может быть сделан за вот единицу почти гарантированно вот но памяти может быть расходов у нас существенно меньше потому что в хэш-таблице если ничего специально не делать у вас все строки хранятся такими-такими были изначально вот и здесь не учитывается то что разные строки могут иметь повторяющиеся префиксы вот смотрите я тут уже получается все что-то еще не могу сказать что-то бор используется где он используется я когда работал в вайбе сейчас в яндексе работаю там мы делали свои индексы и использовали прибор в котором в листьях хранили ссылки на вхождение каких-то кусочков текста то есть просто индексы на вхождение нужных слов в текст который прииндексировали ну ну и в следующий раз мы будем использовать бор для поворитмах тарасик нам потребуется поискать несколько шаблонов в одном тексте мы можем проиндексировать тексты индексировать не будем вот захотим предобработать шаблоны мы потратим на это время пропорциональные суммы длинных всех шаблонов и потом сможем пройтись по тексту один раз обходя этот бор он у нас превратится в автомат тарасик вот и сможем построить найти все вхождения всех шаблонов из этого множества вот вроде все вопросы есть какие-нибудь ну что у нас будет с контестами когда когда у вас занятия семинары в смысле семинары были ну там по-моему ничего не сказали конкретно а я думаю что за неделю точно станет известно контесты будут если будет сейчас получается нужно найти нет ну а когда будет ближайший типа в этом вопрос когда будет ближайший когда контест будет опубликован да да к понедельнику да надо будет организовать место где все материалы еще выкладывать у нас есть новый диск на который мы обычно выкладываем эти материалы ссылку на него увлекую так вопрос где сейчас вот я так понимаю через старост была рассылка я либо также попрошу разослать корневую ссылку на все материалы курса либо просто на tp5 вот и ссылку на контест тоже а tp5 вы имели ввиду группу вк основной поток нет а кстати можно и туда есть там основной поток да можно и туда правда туда даже проще все давайте тогда так договоримся я публикую на вк основной поток все тогда спасибо 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 вот Продолжение следует...